МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости в студии Анастасии Гришина. В Орловской области началась кампания по вакцинации жителей региона от COVID-19. В субботу передвижный прививочный комплекс работал на территории предприятия Орел-Формация. Прививку там сделали 10 врачам детской больницы. Наталья Пехтерова справлялась об их самочувствии. Орловская область включилась в масштабную вакцинацию. Сейчас мы находимся на территории предприятия Орел-Формация. Сюда прибыл передвижной медицинский комплекс и первый добровольца. Начало вакцинации назначено на 10 часов. Врачи из НКМЦ имени Круглой пришли заранее волнуются им открывать масштабную прививочную кампанию в регионе. В стране, не только в стране, в мире такая обстановка. И хочется обезопасить себя. Немножко волнуюсь, но это надо сделать, потому что единственный способ победить инфекцию – это вакцинация. Чтобы обеспечить себе надежный и стойкий иммунитет. Ни в коем случае не заставляли. Это мое решение. Я долго к этому шла. Хочу, в принципе, чтобы и я, и моя семья, и наша страна все-таки поборола эту неприятную болезнь. Главврачу центра Людмиле Крыловой прививку сделали еще в начале осени. Чувствовала себя отлично. Никаких клинических проявлений ни после первой дозы введения вакцины, ни после повторной дозы введения вакцины против COVID-19. Никаких, я еще раз повторяю, клинических проявлений не было. Когда мы уже сдавали и смотрели эффективность вакцинации, сдавали иммуноглобулины G, уровень иммуноглобулинов G высокий. То есть тот уровень, который способен защитить меня от данной инфекции. Людмила Крылова была одним из 30 врачей-добровольцев детской клиники, которых привили еще осенью в рамках тестирования препарата. Теперь уже в рамках основной вакцинации привиты еще 10 врачей. Вакцина в «Орел» пришла накануне. Всего 200 доз. Это вторая поставка, которая в наш регион была распределена соблюдением холодовой цепи. Вчера в 10 утра была доставлена специальным автотранспортом, соблюдением всех температурных режимов. Прививка стандартная. Никакой особенной подготовки, по словам медиков, не нужна. Желательно, чтобы человек во время прививки был здоров. Не было у него обострения хронических заболеваний. Это первый укол. Чтобы привиться, нужно сделать два. Второй через 21 день. На текущий момент спутником ВИ привиты уже более 150 тысяч россиян. Это первый в мире препарат для профилактики COVID-19. Он был зарегистрирован в середине августа 2020 года. Наталья Пехтерева, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. 285 миллионов рублей потратят на ремонт моста в Ливенском районе. Работы начнутся в 2021 году. Переправу на трассе Вахнова-Важова назвать мостовым сооружением уже сложно. Старые плиты под проезжающими машинами ходят худуном. В некоторых местах здесь зияют огромные дыры. Привести в порядок мост намерены за два следующих года. Деньги на ремонт выделят из областного и федерального бюджетов в рамках федеральной программы по реконструкции уникальных мостовых сооружений. Подрядчик уже нашелся. Тендер на ремонт этого моста состоялся 9 декабря. В 2021 году планируется произвести подготовительные работы, начать работы по укреплению землиплатно, откосов и так далее. Если подрядчик, естественно, выполнит эти работы в 2021 году, то, конечно же, и будут замены все пролетные строения мостового сооружения. Завершить реконструкцию этого моста планируют в октябре 2022 года. Патология без диагноза. 6 лет. Врачи не могут установить, чем болеет и Даниил Калимуллин из Ливенского района. Парень страдает от заболевания костей и постоянно нуждается в дорогостоящем лечении. Семья юноши обратилась за помощью к социальному кластеру. О том, что уже сделано и чем еще нужно помочь. Карина Лаврушина. Даниилу Калимуллину 17. 6 лет назад он был обычным непоседливым ребенком. Любил играть в футбол. Все изменилось в один день. Это было 8 марта. И он со своим братом-однокуткой решили мне спечь пирог. Взбивал Данил яйца, сделал один шаг к раковине и упал. В этот момент у него надломилась, как оказалось на тот момент, последняя миллиметровая косточка, которая осталась целая. Рентген показал, что на косте образовалась жидкость, которая постепенно разъедала костную ткань. В Орле вылечить Данила не смогли и перенаправили в Москву. Там ему поставили диагноз. А невремальная костная киста. В России установить диагноз врачи так и не смогли. Чтобы понять причину болезни, нужно сделать несколько дорогостоящих обследований. Генетическое и эндокринологическое. Сама болезнь прогрессирует. Новые кисты уже образовались на челюсти парня. Теперь Даня не может ей управлять. Проживать могу, но только мягкую пищу. Я ее не жую, а практически проглатываю. Даню часто мучают боли. Чтобы восстановить челюсть, нужна зубодесневая шина. Установить ее дорого. И тут на помощь Калимулиным пришел социальный кластер. Региональное объединение благотворительных организаций. Это медицинское вмешательство. Им необходимо сделать в федеральном центре, на котором, к сожалению, не можем оформить квоту. Поэтому мы искали материальные средства, которые удалось найти по поручению гумернатора. Его советник Алексей Леонидович Брызгалов помог решить материальные проблемы семьи. Однако установка шины – это даже не половина текущего лечения. На данный момент поставить капы стоимостью 50 тысяч. Эти капы нужно будет еще обслуживать полгода. Каждый месяц мы должны будем приезжать и оплачивать их обслуживание. Не менее 10 тысяч это будет стоить, как мне сказала врач. Но все это борется с последствиями болезни. А чтобы полностью вылечить Даниила, нужно установить ее причину. Сейчас семейная приемная пытается получить квоту на бесплатное обследование парня. Для ускорения процесса обратились к сенатору Совета Федерации от Орловской области Владимиру Круглому. Калимулины ждут ответа и нуждаются в любой материальной помощи. Перевести средства на лечение Даниила можно по реквизитам, указанным на экране. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104.fm. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это были главные новости. В студии для вас работала Анастасия Гришина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова